У нас сегодня есть прекрасная возможность послушать одного из толковейших и грамотнейших учителей, которые в последнее время приезжали. Наш очень хороший друг, дважды профессор богословия, доктор Рэй Геннон. Он преподавал в школе на этой неделе, и это была книга Даниила и книга Откровения. Было непросто, но было интересно. Поэтому, если вы захотите, я думаю, что вы сможете посмотреть записи. У нас есть прошлый боевого приезда записи этого класса. Итак, доктор Рэй Геннон. Просим любить, жаловать. Нужен еще микрофон. Спасибо. Раз, раз. О. Во-первых, хотел бы поблагодарить брата Олега за прекрасное послание. И я хочу думать, что я согласен со всем, что он говорит. Я не все понял, что он сказал, но я уверен, что он старался правильно все передать вам. Я очень благодарен этой возможности снова вернуться к вашу общину. Я был у вас несколько лет назад и искал возможности снова к вам вернуться. И снова для меня является великой привилегией учить в школе МГБИ. И мы провели со студентами пять вечеров. С чудесными студентами, которые после работы приходили и посвятили свои вечера, чтобы обучаться в классе. Я думал, что я никого из них здесь не увижу сегодня. Что у них достаточно знаний за пять дней. Но здесь я их сегодня также увидел. И я понимаю, почему. Потому что у вас было чудеснейшее время поклонения и прославления. И танцы, мессианские танцы, хороводы являются одной из важнейших частей мессианского движения. Неважно, где вы находитесь, или вы в Израиле, или вы в Эфиопии, или в Америке, или в Аргентине. Где бы вы ни были, если есть большое количество верующих в Ешуа, они танцуют, мессианские танцы и прославляют Господа. И я сегодня просто наслаждался, когда смотрел, как вы танцуете. И я хочу сказать вам, молодцы, мне понравилось так же, как мне понравилось во многих других местах. Поэтому продолжайте так же двигаться в том же направлении. И я так понимаю, что сегодня наши танцоры еще поедут в Черноморск. И будут танцевать свои хороводы в другом городе. Я не представляю, где они возьмут энергию, чтобы продолжать это делать. Потому что они так долго танцевали и так выложились здесь. Но я уверен, что Господь обновит ваши силы. И я так рад за то, какие вы свидетели Ешуа для вашего сообщества. И что вы хотите быть добрыми свидетелями Его для других мест так же. Я очень благодарен этой неделе, рад провести ее был с вашим Равином Валентином. Равином Валентином и его супругой Татьяной. И также очень рад был провести время с Александром и Анной. И я заставил попотеть Аню хорошо эту неделю. И я сказал уже ее мужу, что ей после этой работы надо отпуск. Но я не уверен, что она на Багамы поедет скоро. А теперь давайте перейдем к Писанию и откроем с вами Книгу Римлян, 8 главу. И я хотел бы, чтобы мы прочитали с 8 главы, с 5 по 8 стих. Ибо у тех, кто живет, следуя своей греховной природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа. Те же, кто живет, следуя духу, думают о том, чего желает дух. Разум, управляемый греховной природой, в конце концов, постигает духовная смерть. Разум же, управляемый духом, обретает жизнь и спокойствие. Почему это так? Потому что если разумом человека управляет его греховная натура, то это человек против Бога, ибо не хочет и не может подчиниться закону Божьему. И те, кто подчиняется своей греховной натуре, не могут угодить Богу. И с 12 по 17 стих читаем. И не вызывает у вас новый страх, а превращает нас в детей Божьих. И восклицаем мы Ава, что означает Отче. Сам дух подтверждает, что мы дети Божьи. И раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи, как сам Мессия, если мы принимаем страдания вместе с Мессией, чтобы вместе с Ним обрести и славу. Это очень длинная неделя сейчас проходит для еврейского мира. Сейчас происходит годовщина 75-летия Баби-Яра трагедии. Когда за два дня было уничтожено более 30 тысяч еврейского населения. И я посетил это место, был там и имел свои переживания на том месте. И также на этой неделе умер девятый президент Израиля Шимон Перес. Кого считают одним из отцом-основателем страны, государства Израиль. И люди со всего мира приехали на его похороны. Потому что есть великое почтение и уважение к его личности. И в принципе он считается одним последним отцом-основателем государства Израиля. Есть также третий еще элемент, который я также считаю очень важным для еврейского мира на сегодняшний день. Мой друг Ричард Харви, который является еврейским верующим, празднуется 500-летие реформации в 2017 году будет праздноваться. У него был такой момент бросить вызов лютеранской церкви в Германии. Чтобы свалить вот эти статуи, которые у них по сотням церквей в Германии находятся. Которые называются эти статуи как еврейская свинья и что-то с Иудой связано. Еврейская свинья Иуда, который предал Иисуса. И эти статуи неприглядных евреев, они украшают барельефы очень многих церквей по сотням церквей в Германии. И они были еще до реформации установлены, такие статуи. И вот сейчас, 500 лет спустя, есть шанс, что наконец-то это все уберется со здания церквей. С одной стороны, можно сказать, что есть знамения определенных доказательств того, что происходит в нашем мире. И мы хотели бы верить, хотели бы думать, что мы можем противостоять духу антисемитизма. Yet there are very ominous signs in our world. Есть точные такие знамения в нашем мире. Wars and threats of wars. Войны и множество войн. Вы также имеете проблемы на Востоке с Российским государством. Мы имеем мусульман-террористов, которые джихадисты. Они сейчас и в Ираке, и в Сирии, и в Кургистане. И феноменальная просто гражданская война, которая сейчас происходит в Сирии. Уже на сегодняшний день погибло 500 тысяч сирийцев. И сотни тысяч беженцев просто пытаются покинуть страну, Сирию. Многие из них просто направляются в Европу. И тем самым делают проблемы в странах, куда они приходят. И сейчас объединенные нации пытаются восстать против этого и отказываются больше принимать беженцев и пытаются их выселить. И все, что мы видим по всему миру сегодня, сотни тысяч христиан погибают. И мы знаем, что в Иране скоро будет новая ядерная бомба. И они очень ясно и четко заявили, что у них есть в планах уничтожить полностью нацию Израиль. Начать второй холокост на еврейский народ. И Иран сейчас символизируется как тот, кто имеет большую власть на Среднем Востоке. И, естественно, вы понимаете, какая идеология стоит за этим иранским мышлением. Которая включает мессианскую личность, которая должна появиться, прийти. И engage in world conquest. Conquest. Conquering. И включая мировое порабощение всего мира, захват всего мира. И это просто грозит вселенским катаклизмом. И выходит новый уровень гонений на верующих в Яшуа. И выходит новый уровень гонений на верующих в Яшуа. В самом Ираке многих христиан просто захватили и заживо закопали. Но также верующих христиан преследуют в Китае. И африканские мусульмане убивают христиан в Африке. И даже на Западе много проблем. Даже в Штатах. Когда Хилари Клинтон заявляет, что нам необходимо изменить наши христианские верования и убеждения. И нынешний пока еще президент Барак Обама пытается использовать всякую власть, которая только есть у него, чтобы сломить все христианские устои и законы, которые есть в стране. Чтобы даже в Америке уничтожить свободу вероисповедания. Хотя сама страна Америка, она создавалась беженцами из Европы, и целью их было создать государство свободное для вероисповедания, и чтобы не было преследований. Так какова же должна быть наша ответная реакция на эту возрастающую тьму? Эта тьма, которая возрастает и может нанести вред нашим личным жизням и окружению. И распространяется среди всех наций. Что вот это зло, оно просто захлестнет и будет касаться всех стран по всему миру. И все стоит в преддверии, так сказать, мирового экономического коллапса, кризиса. И просто возрастающие волны гонений на верующих. И давайте обратимся к Матфея, 11 главе. И я хочу задать вам такой вопрос. Как нам выжить, как нам работать в этих всех проблемах? Как нам выжить, как нам быть в беззаке? Безопасности посреди всего вот этого бушующего, что происходит в мире. И мы читаем Матфея, 11 главу, 28-30 стих. «Придите ко мне, все вы, усталые и обремененные, и я облегчу ваше бремя. Примите ярмо мое на себя и учитесь у меня, ибо я кроток и смирен духом, и вы обретете покой душам вашим. Ибо ярмо, которое передаю вам легко, и бремя, что возлагаю на вас, не тяжко». Так как же нам противостоять вот этой всей темноте? Мы должны прийти к Иешуа. Иешуа, который говорит, «Придите ко мне, все уставшие и обремененные». «И я дам вам покой». «Я хотел бы напомнить нам, что Иешуа живой». «Иешуа восседает по правую руку от Всевышнего на небесах». «И он также с нами здесь». «Он сказал, там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду посреди них». «Живущий Иешуа, он сейчас здесь». «И он с нами, куда бы мы ни пошли». «И он с нами в светлые времена и в темные времена». «И его внимание сосредоточено на то, чтобы приблизить нас ближе к себе». «И просто захватить, обнять нас». «И чтобы до нас дошло осознание и понимание чувства безопасности, когда мы находимся в его руках». «Мы не избежим с вами темного мира». «Но мы будем находиться в руках Иешуа, которые будут обнимать нас, окружать нас и защищать нас». «Он говорит в этом отрывке, что придите ко мне и я дам вам покой». «Возьмите иго мое на себя». «Он говорит, что бремя мое легко». «Мое ярмо легко и бремя мое легко». «Если мы обратим свой фокус, свою энергию на построение зависимых отношений нас от Иешуа, мы будем иметь вот это чувство принадлежности Богу, когда мы будем двигаться вперед». «Так как же нам победить этот мир темноты?» «И выглядит, что будет все темнее, темнее и темнее всякий раз». «Но мы с вами дети света». «Мы сыны дня». «Мы дети Божьи». «И мы должны отображать Божий свет». «Пусть ваши добрые дела будут видны всем людям». «Чтобы люди видели ваши добрые дела и могли прославлять Отца вашего, который на небесах». «Наше жизни и наше свидетельство должно быть отображением Божьей истины». «Наша жизнь должна быть свидетельством праведности Божьей». «Святую жизнь, которую мы с вами проживаем, должна отдавать почтение Богу». «Мы являемся Божьим светом везде и всегда». «И как же достичь и исполнить, достигнуть такого положения?» «Вот на этом я хотел бы сфокусироваться сегодня». «Это вот способность быть теми, кем Бог нас хочет видеть». «И позволить нашему свету сиять еще ярче в этой тьме». «Это полностью зависит от наполнения Духом Святым, от количества Духа Святого в наших жизнях». «Когда мы учимся и понимаем, как слышать голос Духа Святого». «И когда мы ходим с вами в Духе». «Тогда мы мотивированы и тогда мы движемся силой этого Духа». «Тогда мы принимаем свечение от этого Духа». «И это всегда будет Божьим ответом на всякую темноту, Божий свет». «Насколько важно наполняться и быть в присутствии Духа Святого?» «Вот мы верующие живем в 2016 году». «Действительно ли Бог ожидает, чтобы мы в современном мире были настроены слышать Его Дух Святой?» «Разве не достаточно, чтобы мы приходили вот сюда и просто поклонялись Ему?» «Или чтобы мы просто танцевали и пели Ему?» «Разве не этого Бог хочет от нас?» «Все это очень важно». «И оно все красиво и замечательно». «Но Божий более сильный инструмент, через который Он совершает Свою задачу» «Это через Духа Святого, через работу Духа». «Мы можем вернуться к вам и к созданию всей Вселенной». «Это на Еврите». «Что Дух Святой, Дух Бога Живого носился над бездною». «И Он носился над хаосом, который был». «И принес, именно Дух Святой принес порядок в этот хаос». «И взял вот этот катастрофический беспорядок и превратил это во Вселенную с Божественным порядком». «Помните, когда Моисей получил инструкции построить Скинию собрание?» «И Бог дал ему четкий план, просто как копию оригинала». «И Моисей спрашивал, как это возможно все исполнить?» «Но Бог сказал ему в исходе 31 главе и в исходе 35 главе «Что Он изольет Свой Дух на талантливых, на искусных людей». «И Он сделает их способными для того, чтобы исполнить все в точности, как Бог заповедал это быть». «Бог, Он божественный снарядитель». «Моисей был судьей над домом Израилева». «И он полностью истощился от вопросов и решений всех проблем всего народа, который приходил к нему». «И он жаловался о том, что он истощен, что он устал». «И ему подсказали, чтобы он взял 70 других людей». «И Дух Святой, который подчевал на Моисея». «Бог сказал, что теперь он будет подчевать и на этих семидесяти помощников». «И они будут разделять это духовное помазание через Дух Святой». «И это сделает их способными нести правильный суд посреди всего народа Израилева, и будет легче судить весь народ». «Когда мы смотрим с вами в книгу судей». «Мы видим чудесные совершения, которые делались через Гедеона, Самсона и Кефая». «Не помню имя». «И в каждом отдельно взятом случае написано, что Дух Святой сошел на каждого из них и сделал способными совершить». «И тогда они были способны принести освобождение людям, которые находились в плену, и выполнить свою задачу». «Когда Израиль потом решил, что ему необходим царь». «Мы видим процесс выбора царя и процесс снаряжения царя». «Было помазание Святого Духа». «И даже в случае с царем Саулом». «Когда Дух Святой спускался на него очень сильно, он пророчествовал». «И это также было правдой в жизни Давида». «То, что мы можем с вами изучить, читая Слово Божье», «что когда Дух Святой приходит на кого-то», «то тогда он проявляется как Дух пророческий». «И люди высвобождают Слово Божье». «И мы видим такую же духовную динамику с пророками Ильей и Елисеем». «Когда Елисей просил двойную порцию, чтобы помазание было на нем». «И когда мы просматриваем всех пророков в Ветхом Завете», «когда Дух Святой сходил на них, они все имели способность пророчествовать». «И они очень часто чувствовали себя крайне одинокими в темном мире». «И чаще всего политическая ситуация была против них настроена». «И даже весь религиозный мир в те времена был против них». «И население обвиняло их в том, что они очень мучают народы и жестоки». «Но когда Дух Святой сходил на них, они не могли молчать». «И несмотря на всю тьму, которая окружала их, они все еще несли этот луч света». «А потом что-то такое драматическое произошло». «Дух Святой перестал двигаться в Израиле». «И мы имеем 400 лет, когда Дух Святой не двигался посреди Израиля». «Не было пророков Израиля». «Не было небесных знамений». «Небеса молчали, и никто не сказал, так говорит Господь». «И религиозные еврейские лидеры, они считали, что Бог просто отвернулся, отделился от них». «Год не будет больше говорить к нам». «Мы не соответствуем Ему, поэтому Он отвергает нас и не хочет говорить ни через свой дух, ни через своих пророков». «Но происходит восстановление в пророке Иоиля». «Иоиль, у нас вторая глава». «28 и 29 стих». «А после того, и залью я дух свой на людей, будут пророчествовать сыновья и дочери ваши, увидят старцы ваши вещи и сны, а юношей посетят видение. В те дни и залью я дух свой, даже на рабов и рабынь». «Была тишина 400 лет». «И тут вот раввины осознают и понимают, что когда-нибудь в один день дух вернется». «И дух святой проявится и явится посреди Израиля». «И это такой важный момент, который также отмечен в книге Луки и Деяний». «Знаете, что Лука автор книг и Луки и Деяний?» «И это как бы два диска записанных у него, Лука и потом Деяния шли». «И Лука привлекает внимание еврейских масс». «Что, во-первых, через рождение Иоанна Крестителя, Елизавета, помните, была наполнена, исполнена Духа Святого». «И Захария, Джон's father, speaks by the Holy Spirit». «И Захария говорил о Духа Святого». «This is really big information». «На самом деле, это очень важная такая сильная информация». «Because it sounds like the Holy Spirit is back». «Потому что это выглядело, как будто Дух Святой наконец-то вернулся». «И потом также с рождением Иишуа». «Дух Святой» «Он витал, покрыл Деву Марию». «И как бы произошло перерождение Вселенной». «Чтобы принести снова порядок вместо хаоса». «И потом Иишуа, как тот, кто спасен был, как перворожденный». «Помните, когда Иишуа искупали в храме как перворожденного, как сына, Симеон и Анна оба пророчествовали, что видели спасение». «И переходим к Луке четвертой главе». «И мы видим, что Иишуа приходит к Иоанну Крестителю, к реке, и получает крещение». «Погружение в воду, что там происходит?» «Дух Святой спускается и почиет на нем». «И все слышат голос с неба, который говорит, «Это возлюбленный ему сын, в котором мое благоволение». «И потом в этом же отрывке говорится, что Иишуа был выведен духом в пустыню». «И там он доказал, что он может побороть и пройти все искушения и испытания, с которыми не справилась нация Израиля». «Что он снаряженный, квалифицированный лидер Израиля». «Тот, кто проведет Израиль в его судьбу и предназначение». «И потом Дух Святой после сорока дней вывел его назад к синагогам в Назарете». «И он цитирует Иишуа в синагоге из Исаия 61 главы». Мы читаем 18 и 19 стих 4 главы Луки. «Дух Господний во мне. Бог призвал меня, чтобы благовествовать нищим. Он послал меня объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, отпустить измученных на свободу и возвестить время милости Господней». «Ешуа жил в очень темные времена». «И он хозяин Вселенной». «Он проявленное Слово Божье». «И живя в служении Отцу, он был исполнен, наполнен Духом Святым». «И он должен был быть снаряжен силой Духа Святого». «И он говорит, я говорю только те вещи, которые Отец мне говорит». «И я делаю только то, что мне Отец говорит делать». «И он знал, он умел, как быть ведомым Духом Святым». «И он имел способность, он был тем самым ярким светом, который только сиял когда-либо». «И мы, когда читаем всю книгу Луки, мы видим, что Дух Божий, он почивал на Иешуа». «И он описывается великие дела, которые он делал в жизни и в служении». «Потом, когда мы переходим в книгу Деяний», «Что Дух Святой, который почивал на нем», «теперь разделен и почивает на мессианских верующих и лидерах». «И мессианские лидеры, первые верующие, они стали мешихим или помазанные». «И аллилуйя, мы помазанные». «Мы находимся под Его помазанием». «Мы разделяем это помазание и разделяем с Ним ответственность». «И мы разделяем с Ним служение восстановления». «Принесение света в мир тьмы». «Стоять за Бога и за Его истину в мире, который отрекается от Него». «Процlaiming God's truth when every evil power wants us to be quiet». «Провозглашаем Божью истину, когда всякая злая сила хочет, чтобы мы молчали». «И я хочу, чтобы мы вернулись в Матфея 5 главу». «И мы прочитаем 17 и 20 стих 5 главы». «Не думайте, что я пришел с тем, чтобы уничтожить закон или писание пророков. Я пришел не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учения. Ибо говорю вам, что если не превзойдете вы законников и фарисеев, исполняя то, чего требует Бог, то не войдете в Царство Небесное». «И здесь написано, что Иешуа пришел не разрушить Тору, но прийти, чтобы ее... чтобы принести ее полноту в исполнении». Бог не дал нам Тору, чтобы у нас было частичное понимание. Но это инструмент Божий привнести нас в лучшее место. Раввины говорят, что в Торе перечислено 613 законов. И если вы язычник, евреи бы вам сказали, как тебе повезло, если ты хочешь следовать за нашим Богом, тебе надо всего семь законов соблюдать. «А мы, бедные евреи, нам необходимо соблюдать 613 заповедей». «И вот как устоять с Богом?» «Но вот тут проблема с этим». В 20 стих видите, что Иешуа говорит, «Если ваша праведность не превзойдет законников и фарисеев, то вы не сможете войти в Царство Небесное». «Что соблюдение вот этих 613 заповедей недостаточно». «И у меня к вам есть благая новость и плохая новость». Позвольте, я вам сначала плохую новость скажу. «У Бога нет 613 заповедей. У Него миллионы, миллионы и миллионы законов». «И Он ожидает нас, что мы будем соблюдать эти миллионы, миллионы, миллионы законов». «Мы не призваны жить такой легкой жизнью, как фарисеи жили». «Всего лишь 613 заповедями». «Мы с вами призваны к абсолютным стандартам праведности». «Абсолютные стандарты святости». «Абсолютные стандарты послушания перед Богом». «То, что Он нам принес, Иешуа, закон, он не идет в противовес к Торе, он идет в гармонии с Торой». «Но Тора — это всего лишь выдержка, отрывочек из всех его законов». «Из Божьего великого закона». «Это настоящая фотография, выдержка». «Она дает нам частичное понимание, как выглядит весь Божий закон». «Но она должна была просто простимулировать наш интерес узнать все остальное». «По крайней мере, сделать нас голодными, а большим». «И Он говорит, вы принимайте свою праведность и идите дальше, чем праведность фарисеев и законников». «Если вы так не сделаете, вы не сможете быть гражданами Царства Небесного». «И вот наша с вами ответственность». «Иметь уши, которые слышит голос Духа Святого». «И если мы что-либо думаем, или если мы что-либо говорим, или что-либо делаем, в любом контексте, когда Дух Святой вам скажет, нет, это неправильно, мы должны согласиться с Духом Святым и остановиться, не делать этого. «Мы как мессианские верующие живем согласно закону Духа». «И Он, Господь, еще раз, Он Господь миллионов законов». «И которые влияют, касаются нашей жизни каждый день». «На улицах, дома, на работе, в наших школах». «У Бога есть законы для вашего поведения во всех этих сферах». «И мы будем жить успешно, если мы будем слушать Дух Святой». «Я хочу ободрить вас в том, чтобы вы жили, развивая и взращивая свои близкие отношения с Богом, с Духом Святым». «Я хочу, чтобы вы находили время и проводили его в чтении Писания, чтобы вы сели перед открытой Библией и помолились, «Господь, открой мне свою истину». «Я хочу, чтобы вы учились пребывать в Его присутствии и учились настраивать свой слух, слышать от Духа Святого». «И тогда, когда вы научитесь познавать голос Духа Святого», «И будете ходить в послушании к водительству Духа Святого», «вы будете переживать великие вещи для Бога». «И у вас будет свет», «и вы будете светом» «в очень темном мире». «Вы будете смелыми свидетелями Иешуа». «Не поэтому ли Иешуа вернул своих апостолов в Иерусалим?» «Чтобы они были наполнены силой свыше». «И чтобы они были смелыми свидетельствами веры». «И не это ли ожидалось от апостола Павла?» «Что, когда мы двигаемся и сотрудничаем с Духом Святым?» «Мы находим это в Римлянам 12 главе, Коринфянам 12 главе и 14 главе». «Не это ли является апостольским ожиданием, что мы будем ходить в плоде, в плодах Духа Святого?» «Которые описаны в Галатах 5 главе». «Наша жизнь должна полна быть Духа Святого». «Наш разум должен быть обновлен Духом Святым». «Наши уста должны быть снаряжены говорить от Духа Святого». «И в этом моменте, когда мы слышим от Духа Святого и ходим Духом Святым, мы тогда успешно проживаем жизнь для Бога, как свет для этого темного мира. И у нас есть безопасность и уверенность в Его присутствии. Даже если мир вокруг нас взорвется, если все развалится на части, если войны будут или землетрясения, если у нас будет Ешуа, если у нас есть Дух Святой, мы можем устоять и знать, кем мы являемся и для чего наша жизнь. И мы закончим, читая снова римлянам 8 главу. И мы прочитаем медленно 8 главу с 5 по 8 стих. «Ибо у тех, кто живет следуя своей греховной природе, все мысли устремлены на то, чего желает эта греховная природа. Те же, кто живет следуя Духу, думают о том, чего желает Дух. Разум, управляемый греховной природой, в конце концов, постигает духовная смерть. Разум же, управляемый Духом, обретает жизнь и спокойствие. Почему это так? Потому что если разумом человека управляет его греховная натура, то этот человек против Бога, ибо не хочет и не может подчиниться закону Божьему. И те, кто подчиняется своей греховной натуре, не могут угодить Богу». И еще раз читаем с 12 по 17 стих. «И потому, братья, мы не должны подчиняться своей греховной природе и исполнять ее желания. Ибо если вы живете, подчиняясь своей греховной природе, то вас настигает духовная смерть. Но если вы с помощью Духа умертвите свою греховную плоть, то обретете вечную жизнь. Ибо кто ведом Духом Божьим, истинные дети Божьи. Потому что Дух, обретенный вами, не превращает вас в рабов и не вызывает у вас новый страх, а превращает нас в детей Божьих. И восклицаем мы «Ава», что значит «Отче». Сам Дух подтверждает, что мы дети Божьи. И раз мы дети Божьи, то мы и наследники Божьи, как сам Мессия. Если мы принимаем страдания вместе с Мессией, чтобы вместе с Ним обрести и славу. Все должны запомнить 14 стих. Ибо кто ведом Духом Божьим, истинные дети Божьи. И если ваше желание — это ходить в Духе, если ваше желание иметь уши, способные слышать Духа Святого, соработать с Духом Святым в каждой отрасли жизни, если у вас такое сердце, я прошу вас, встаньте. И я буду молиться за вас. Духа Святого